Волшебник Отслужил солдат свой законный срок, получил отставку и пошел на родину. Идет путем дорогою, а навстречу ему нечистый. — Стой, служивый, куда идешь? — Домой иду. — Что тебе дома? Ведь у тебя ни рода, ни племени. Наймись лучше ко мне в работники. Я тебе большое жалование положу. — А в чем служба? — Служба самая легкая. Мне надо б наехать за синее моряк дочери на свадьбу, а есть у меня три сокола. Покарауль их до моего приезда. Солдат согласился. — Без денег, — думает, — плохое житье. Хоть у черта все что-нибудь дозаработаю. Нечистый привел его в свои палаты, а сам уехал за синее моря. Вот солдат ходил-ходил по разным комнатам. Сделалось ему скучно, и вздумал он пойти в сад. Вышел и смотрит. Стоит береза, и говорит ему береза человеческим голосом. — Служивый, сходи вот в такую-то деревню. Скажи тамошнему священнику, чтобы дал тебе то самое, что ему нынче во сне привиделось. Солдат пошел, куда ему сказано. Священник тотчас достал книгу. — Вот тебе возьми. Солдат взял, приходит назад. — Спасибо, добрый человек, — говорит береза. Теперь становись да читай. Начал он читать эту книгу. Одну ночь читал. Вышла из березы красная девица, красоты неописанной по самой груди. Другую ночь читал. Вышла по пояс. Третью ночь читал. Совсем вышла. Поцеловала его и говорит. — Я царская дочь. Похитил меня нечистый и сделал березою. А три сокола — мои родные братья. Хотели они меня выручить, да сами попались. Только вымолвила царевна это слово. Тотчас прилетели три сокола, ударились о сыру землю и обратились с добрыми молодцами. Тут все они собрались и поехали к отцу к матери и солдата с собой взяли. Царь и царица обрадовались, щедро наградили солдата, выдали за него замуж царевну и оставили жить при себе. Вот и сказочки конец. А кто слушал — молодец.